Фишинг, вишенки и сайты зеркала. Сегодня для оперативников это не просто термины, а четко разработанные уловки мошенников. В стране участили случаи кражи денег через интернет. Больше других киберпреступники втираются в доверие к продавцам сайтов бесплатных объявлений. В антитопе сейчас куфор. Схема проще простого. С вами посредством определенных мессенджеров, вайбер, ватсап связывается злоумышленник, который представляется как потенциальный покупатель. В итоге предлагают в ходе переписки перейти, но данный сайт является не сайтом торговой площадки куфор, а фишингом, то есть подземным сайтом. При переходе на данную ссылку, значит, лицу необходимо предоставить реквизиты своей банковской платежной карты с целью получения в дальнейшие якобы денежных средств за приобретаемый товар. Только вот на деле деньги на карту не поступают. Наоборот, списывается все до копейки. Как только доверчивый продавец предоставляет реквизиты и личные данные, для вора в сети, как говорится, дело в шляпе. Третьим лицам нельзя передавать реквизиты банковской карточки, логины и пароли, смс-коды, которые приходят в смс-сообщениях, коды 3D Security. При фотографировании банковской карточки на переотсылке други по друге никогда не передавайте трехзначный защитный код, который находится сзади банковской карточки. В некоторых случаях лучше не передавать вообще никакие реквизиты. Если человек вам сбрасывает ссылку, внимательно смотрите, какая ссылка происходит, потому что в основном фишинговой ссылке имеют расширения, такие как .ru, .com и другие расширения. Все официальные источники на территории Беларуси умилеют либо .com, либо .buy. Вот и Павел Бурлаков из Бобруйска хотел продать телевизор и счет не остался ни с чем. Вместо вырученных 400 рублей мог попасть на минус 300. Продавец вовремя спохватился. Покупатели, говорит, появились тут как тут, но что немаловажно отозвались именно в Вайбере, код оператора Венгрия. Были невнимательны, игнорировали какие-то тревожные сигналы. Например, как это уже оказалось в конце, когда вот после всей ситуации решили открыть, почитать, что пишет куфор по этому поводу, мы просто попали в каждый пункт. То есть каждый пункт предупреждения площадки торговый куфор был про нас. Только за сентябрь вовруйским оперативникам поступило 37 сообщений от жертв куфор мошенников. И это только одна площадка. Преступники, как правило, иностранцы. После подобных сделок найти зарубежных аферистов крайне сложно. Проще включить бдительность. Чтобы продажи на популярной площадке были защищенными, до пользователей черным по белому прописали правила безопасности. В разделе «Как не стать жертвой мошенников» все разложено по полочкам. Актуальны сейчас и мнимые звонки из банков. Киберпреступники выдают себя за сотрудников службы безопасности и просят продиктовать личные данные, якобы пытаясь уберечь клиента от похитителя. После вымышленные банкиры вместе со списанными деньгами исчезают в никуда. Во время таких звонков, уверяют правоохранители, трубку стоит класть тут же без зазрения совести. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Павел Зуев. Павруйск, 360.